привет 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 с вами канал письма со всего мира ребят когда я получила это письмо из японии я была просто в шоке потому что это первое письмо с автографом которое пришло мне из японии не ожидала честно и очень-очень рада потому что на ответ не надеялась и ну но в целом очень интересно посмотреть какие марки в японии я не могу понять это вообще маркой или что это или это как-то наклеивается распечатывается непонятно но это конечно здорово таможня как обычно моя вот не понравилось им письмо из японии они решили вскрыть с одной фотографии ребята нету там больше ничего кроме одного фото но они решили посмотреть и я смотрю что они первооткрыватели когда получают мои письма вот уже не ждут выхода видео а собственно вскрывают ну что ж мне тоже интересно как и вам наверно вы все гадаете от кого это вот обратный адрес очень кстати круто написано иероглифы конечно же я угадываю адрес на который я писала сейчас откроем и я вам расскажу как я все это делала потому что ну и писать в японию и китай там допустим корею это очень тяжело вот ну как очень тяжело но не очень но блин когда видишь адрес не знаешь как эти иероглифы написать но конечно же я вам расскажу как секрет просто просто распечатываешь адрес ладно давайте вы уже наверное заждались хорошее у меня настроение потому что от такие ответы радуют так я забыла ножницы честно говоря могу достать но ладно уже если вот они наклеили да прям на вот этом почерке может быть я хотела оставить это так вот всегда так почти и мы справимся вот так я открыла и и что там там одна фотография и смотрим какая и от кого же так я не могу ее достать даже что-то сюда приклеилась ребят ну вот лучше пьесела ножницы честное слово так с конвертом мы справились посмотрите я даже загнула видно отправляла в длинном и а вуаля посмотрите-ка блин классно классно и так коллекция озвучек эльзы из холодного сердца пополняется перед вашими глазами автографы певицы озвучивший эльзу на японском языке да так как а мацу надеюсь я правильно сказала ее имя вот и честно говоря если бы не ирина я бы ну никогда не додумалась написать в японию она мне сбросила адрес и горит вот у этой певицы будет там мюзикл с такого-то по такое-то число это было в августе по моему и по моему 16 августа у нее вот был этот мюзикл в японии я такая блин ну а чем черт не шутит надо написать написала в конце июля думаю ну пока там дойдет связи с этой обстановкой письма идут медленно и я уже вот в конце июля где-то 29 июля отправила вот и в общем-то забыла совершенно думаю ну блин но представляете света какой япония ограниченное количество времени этот мюзикл идет и я без обратных расходов и вообще ну это это было такое что ну отправила и забыла и и каково же было мое удивление когда я вот в ящике обнаружила письмо из японии это просто взрыв был думаю неужели она ответила но как видите ответила что хочу сказать и хочу сказать что письмо было отправлено 8 0 9 20 если это именно так пишут дату в японии может быть еще вот как у американцев 0 9 0 8 но нет так быстро письмо не должно было прийти так что я подозреваю что 8 0 9 она была отправлена из японии и я его получила по штемпелю давайте посмотрим 10 10 вот 10 10 то есть ровно ну чуть больше месяца я ждала это письмо она вот из японии шло ровно месяц беларусь и это я вам скажу долго на самом деле но вот мне друг коллекционер открыток пост кроссинга он сказал что у него открытка в японию шла 4 месяца то есть ну месяц это еще нормально вот опять же огромной благодарности ирине за то что она подсуетила мне этот адрес у меня еще есть где-то 4 распечатанных фотографий эльзы и ее озвучки из разных стран адреса тоже есть и я потихоньку буду писать но парадокс в том что автографа русской озвучки эльзы у меня до сих пор нету да проще японскую эльзу получить чем российскую вот хотя и писала и письмами и по электронке писала но пока что никак никак а хотелось бы иметь в коллекции любимого исполнителя конечно же автограф вот я не уверена ну а да точно это ее подпись очень такая оригинальная и написала спасибо тебе честно говоря вот ей я написала самое короткое письмо состоящее лишь из нескольких предложений я не уверена была что ну как бы ну может ну точно на японском я не могла написать я написала на английском но расписывать чего-то больше а вдруг человек ну как бы английский конечно ну многие знают но в общем я сожалею что написала очень короткое письмо но оно было понятно то есть кто я что мне нравится и чего я хочу вот вот в этом письме было но и но буквально пару строк было вот ну вот так получилось ладно ребят видите мне бы хотелось еще получить письма из-за мексики допустим из кого еще из испании из италии то есть ну вот таких вот я отправляла кстати несколько таких писем даже в аргентину отправляла но пока что безрезультатно и скорее всего в аргентине ничего не получится вот я отправляла в театр а театр уже связи с каидом не был действительный и спектакли прошли и в общем будет ртс если эту актрису не найдут скорее всего ей не найдут но видите все-таки стоит пробовать чтобы получать вот такие вот классные письма неожиданные и которые очень радует адрес к сожалению больше не действителен но не все собирают такое специфическое скажем так направлением но я очень рада что это певица мне ответил на этом все спасибо за внимание ставьте лайки поддержите это видео вступайте в группу подписывайтесь на канал пока